В конце декабря 2023 года блогер Настя Ивлеева в одном из московских клубов устроила вечеринку с темой «Почти раздеты». Не все поняли, как именно соблюдать дресс-код, поэтому переборщили. Ипотажных участников мероприятия ждали санкции за недостойное поведение. Мы решили узнать, как сложились судьбы главных героев этого события. Настя Ивлеева, организатор голой вечеринки, Настя Ивлеева, больше всех и поплатилась за резонансное мероприятие. Несмотря на публикацию видео с извинениями, Анастасия оказалась втянута в судебные разбирательства и налоговые проверки. Со звезды несколько раз пытались взять по миллиарду компенсации, но безуспешно. Однако финансовая экс-ведущая «Орла и Решки» все равно поплатилась. Многие бренды и компании разорвали с Ивлеевой рекламные контракты. Штрафы на несколько сотен тысяч с нее тоже списали. Однако из России, вопреки слухам, девушка не уехала. Филипп Киркоров. Многие не понимали, как можно отменить «Короля эстрады» самого узнаваемого артиста в стране. Однако Филиппа Киркорова лишили места в новом Иване Васильевиче, заменив его на молодого Никиту Калагривого. Вырезали из новогодних «Огоньков» и прочих шоу. Концерты Филипп Бедросович тоже не давал. Однако в феврале 2024 года певца все-таки вернули в эфир. Он снова оказался среди членов жюри на маске. Дима Билан. Чтобы восстановить репутации после вечеринки, Дима Билан, как и многие другие ее участники, выпустил видео с объяснениями. После этого артист сделал акцент на благотворительность и особо не показывался на публике. Почти два месяца певец находился в тени, а недавно стало известно, что Билан открыл «Игры будущего» исполнил в дуэте с Эльмирой Калимулиной гимн России. Лолита Милявская. Лолита тоже засветилась на вечеринке в Мутоборе. Ее не было в новогодних передачах, концерты артистки в разных городах отметили по решению организаторов. Однако певица не упала духом. Милявская пошутила, что она давно хотела уйти на пенсию и заняться домашними делами. Вот время, видимо, и пришло. Наталья Чистякова-Ионова. Глюкоза на вечеринке была одной из самых одетых, но ей пришлось поплатиться за необдуманный поступок. У нее отняли право на псевдоним «Глюкоза». К такому решению пришел продюсер оригинального музыкального проекта Максим Фадеев. Останется ли у Натальи право исполнять песни из первых двух альбомов, пока неизвестно. О Насте. О Насте, по словам инсайдеров, была не участницей вечеринки Насти Ивлеевой, а всего лишь приглашенной звездой. Тем не менее, ей тоже досталось. Концерты исполнительницы хитов по барам и царица отменили. А самой Анне Дзюба, настоящая фамилия звезды, пригрозили лишением российского гражданства. Асти пропала с радаров. Сама артистка заявила, что находится в отпуске в связи с операцией на ногах. Алена Водонаева. Экс-звезда «Дома-2». Для ведущая и блогер Алена Водонаева не стала извиняться за участие в вечеринке, но удалила фото и видео с мероприятия из социальных сетей. Санкции коснулись Водонаеву меньше всего. Несмотря, Джиган не комментировал свое участие в шоу Ивлеевой. О нем не было громких новостей. Он словно не был среди гостей. Рэпер сосредоточился на семье. Ведь недавно он, Оксана Самойлова и их четверо детей переехали в новый дом. А свой прежний особняк «Звездное семейство» пытается продать за 45 миллионов рублей. Рэпер сосредоточился на семье.